Всем привет, с вами Рисим и добро пожаловать на канал о симуляторах. И сегодня мы посмотрим демо-версию на Chinese Frontier. Это симулятор рабочих будней строителя Великой Китайской Стены. Ну что ж, желаю всем приятного просмотра. Начнем Великую Стройку. Итак, мы начинаем вот в таком живописном месте, где-то в Китайских горах, на подвесном мосту. Причем очень высоко, можно даже посмотреть вниз, достаточно высоко. А теперь идем по указателю на компасе, к первому заданию, где нам нужно обучиться основам. Вот такой у нас столб информационный. И здесь как раз перечислено все, что у нас есть. Компас, характеристики, задания, предметы. Все в принципе стандартный набор. Дальше вот инвентарь, дерево умений и журнал с заданиями. Посмотрели, обучились. Теперь нам нужно обучиться, как взаимодействовать с вещами, с предметами. Так, идем дальше по дорожке в горы. Все выше и выше. Работа на свежем воздухе. Только виртуальном. Так, вот он следующий столб. Так, здесь вот у нас как раз показано, как работать с топором и остальными предметами. Так, берем топор. И остальные предметы, которые у нас по списку. Так, вот ведро, молоток. Ну, у нас не по списку, но есть пустая фляжка. И лопата. Так, полный набор. Следующее задание. Срубить два дерева. Берем топор в руки и начнем рубить первые попавшиеся деревья. Вот так это выглядит рубка. Несколько ударов и, в принципе, дерево срублено. И теперь нужно его на поление разделить еще несколькими ударами. Все, готово к сборке. Собираем дерево. Древесину по несколько штук. Так, сейчас заберем. Отлично. Теперь можно и второе дерево срубить. Готово. Задание засчитано. Сейчас соберу только древесину. Чтобы зря не валялось. Отлично. Теперь нам нужно дальше обучиться крафту. Сейчас подойдем вот к тому информационному столбу и снова посмотрим, как это делается. Вот. Это делается через печку. Загружаются в нее компоненты. После чего смешиваются. А вот на этой схеме как раз прям все показано в картинках, как это делается. Известняк загружается в печку. Получаем известь. После чего вот в эту катку добавляем два песка, завестняк и одно ведро воды. После чего получим строительную смесь. Ну что ж, идем на поиски известняка. Он где-то поблизости должен быть. Вот он. Загружаем его в печь. Соответствующую ячейку. Также древесину для горения. Включаем. И пять секунд и известь будет готова. Все. Выключаем печь. Забираем все материалы. Достаем лопату. И собираем известь. Так, теперь ее в катку выгружаем. Отлично. И можно идти за двумя лопатами песка. Вот у нас целая гора песочка. Сейчас копнем, выгрузим и за второй партией побежим. Итак, вторую партию песка загрузили. Теперь нужно взять ведро и побежать за водой. Благо это здесь, рядом. Берем, загружаем воду. Кстати, можно попить воды заодно. Прямо здесь. Отлично. Утолили немного жажду. Вода, кстати, из ведра не выливается. Добавляем его в катку. Все. Можно мешать раствор. Тоже пару секунд. И готово. У нас 200 единиц раствора есть. Следующее, что нам нужно, это подняться на холм в лагерь. Где мы продолжим свое обучение и перейдем к строительству, которое у нас проходит на очень большой высоте относительно уровня моря. Заходим в лагерь. Вот он, указатель практически здесь. Все. Я на месте в этом палаточном лагере строителей. Следующее, нам нужно научиться строительству и найти чертеж. Здесь у нас два очень занятых рабочих. Нам нужно к следующему столбу. Это не он. Нам нужно еще выше подниматься. И еще выше в горы. Кстати, здесь есть вот такая площадка. Если бы графика была фотореалистичная, можно было бы даже позалипать на этот пейзаж. Дальше поднимаемся. Еще выше. У нас тут бамбук растет. И, наконец-то, мы достигли строительной площадки. Вот информационный столб обучает нас строительству. Ну вот, надо взять чертеж, и с помощью него можно строить леса. Вот он лежит на столе. Берем. Так. И можно переходить к сборке бамбука. Нам нужно пять штук, чтобы построить эти леса. Итак, рубим бамбук. Это делается очень просто. Всего один дар, и сразу он разделился на несколько частей готовых. Осталось только собрать. И нарубить еще немного, потому что лесов понадобится несколько. Поэтому лучше запастись заранее, чтобы не бегать по сто раз за бамбуком. Так. Готов. И вот это сейчас соберу тоже. И этого будет достаточно. Все, последняя палка. И теперь переходим к строительству. Добавляем чертеж в быстрое меню. Вместо молотка пока. Отлично. Выбираем его и устанавливаем леса. Так. Вот здесь пока несколько у нас есть вариантов. Это маленькая ступенька. Это без лестницы. А нам нужна с лестницей. Вот. Поставим ее сюда. Отлично. Готово. Вот. Следующее. Теперь нам нужно обучиться дальнейшему строительству. и продолжить вкладку вот этой стены. Ну а теперь пойдем возьмем строительные материалы и начнем стройку нашей великой стены. Берем вот целый поддон этих блоков каменных. Ставим на свободное место. А теперь по одному блоку устанавливаем на стену. Вот так это происходит. Ряд за рядом мы поднимаем уровень стены. Переходим к следующей секции. Вон последняя подсвеченная. Устанавливаем ее. И у нас следующий ряд. Его тоже нужно заполнить. Итак, заканчиваем этот ряд блоков. Следующее задание. Нам нужно заполнить вот то пространство, построенное башней, песком. Сейчас начнем копать песок. Вот она катка. Вот он песок. Начинаем наполнять ее. Далее нам нужно взять этот песок и подтащить к строительной площадке. Но у нас тут не хватает лесов, чтобы подняться выше. Нужно пристроить еще одни леса. Вот так пристроили еще. Теперь можно брать песок и подниматься наверх. Так, поднимаемся выше на следующий этаж. Ставим катку с песком сюда для удобства и засыпаем в подсвеченное место. Все, полностью заполнили песком с одной катки. Теперь нужно продолжить строительство блоками. Их можно поднять и повыше, чтобы не бегать все время сверху вниз и обратно. Вот здесь поставить на леса и брать по одному блоку и расставлять. После того, как закончили этот ряд, снова нужно засыпать его песком. Выбираем лопату. Берем песок. И закидываем в это пространство. Так, немного перепрыгнул. Сейчас выберусь. Все, засыпаем песок. Отлично. Теперь следующий ряд блоков нужно выложить. И так далее до определенного момента. Итак, я уже дошел до следующей стадии выкладывания башни кирпичами. Поднимаемся уже на третий этаж, даже четвертый этаж наших лесов. Вот. И пора выкладывать кирпичную укладку. Найдем место. Берем кирпичи и точно так же выкладываем теперь кирпичную стену. Это хорошо, что стены здесь строятся секциями, а не по отдельному кирпичику. Иначе здесь можно было бы очень надолго завязнуть. И было бы необходимо огромное терпение, чтобы закончить данное строительство. Одной башни, а не всей стены. Закончив кирпичную укладку, нужно снова ее засыпать песком. И переходить к следующему ряду кирпичной стены. И так, последний кирпич уложен. Задание с башней завершено. Но стройка не закончена. А нам пока нужно отправиться к точке путешествия. Сейчас быстренько спустимся с этих лесов, спрыгнув. И вот на этой повозке мы отправимся в деревню. А в деревне нам нужно собрать перец, морковку, баклажан, рис и рыбу. Путь к деревне выглядит очень красиво. Сквозь бамбуковую рощу. Такие маленькие ворота. Там еще ворота. И вот оно, наше поселение. На компасе все отмечено, где что нам нужно собрать. Вот здесь у нас на лавочках сидят. Все на одно лицо и никто не двигается. Так, это у нас полоска для путешествия. Вот, здесь у нас склад овощей. О, повысил уровень, но правда здесь это не имеет никакого значения. Так, вот он у нас, баклажан на яйцо похож. Потом гигантский перец, тоже берем. И морковка, переросток, тоже берем. Экология тогда была гораздо лучше, урожай был больше. Так, идем дальше по указателю. Деревня, однако, большая. Вот, смотрю, здесь есть еще грибы. Их тоже можно собирать. Иначе ты готовить их тоже можно. Так, а мы идем к реке. Вот у нас тут рыба сушится. Сейчас мы одну конфискуем. Отлично. Остался только рис. Он где-то очень далеко от нас. Красиво деревне выглядит. Так, вот тут тоже какое-то поле кто-то сажает. Только непонятно что. Ну да ладно, идем дальше. Где наш рис? А вот и маленькая плантация риса. Сейчас тоже один кустик забираем. Остальные пусть продолжают сажать. Наше следующее задание. Приготовить себе рыбное блюдо. Ну что ж, возвращаемся в центр деревни. Там как раз и стоит котел для готовки пищи. Сейчас и посмотрим, как это будет выглядеть наглядно в приготовлении нашего рыбного блюда. Итак, выбираем наш котел. Здесь уже рецепт показан. Ингредиенты какие-то необходимые. Приготавливаем. Вот так это выглядит. Овощи ничего, рыба не режется. Прям так, целыми кусками. Что мелочиться-то? Все, приготовили, забрали. Отлично. Теперь нам нужно это съесть. Сейчас поставлю пока место фляжки с водой. Как это выглядит? А, даже анимация есть. Только где там рис в этой ложке. Непонятно. Ну ладно, следующее задание. Нам нужно построить мастерскую. Чертежа сейчас выберем вот эта мастерская наша. Вот, выберем место под строительство. Вот сюда. И теперь нужно сколотить все стены. С помощью молотка и древесины. Вот так. Стенка за стенкой собираем себе мастерскую. По кусочку. И так, добиваем последнюю стенку. Все, мастерская полностью готова. Вот так это выглядит. Следующее задание. Нам нужно достать материалы из сундука. Берем. Открываем сундук. Здесь у нас есть вот веревка. И противовес для крана. Все, взяли. Теперь нам нужно построить строительный кран. Итак, у нас вот есть тут основа, стрела, колесо и погрузочная платформа. В общем, все надо это построить. Древесина у меня есть. Так что это не составит проблем. Выбираем, например, платформу. И построить. Вот так вот это делается. Пилит одну болту и получает деталь. Точно так же и с остальными деталями. Теперь объединяем все детали в один набор для строительства крана. Все, он у нас есть. Задание выполнено. Нужно вернуться на строительную площадку. Итак, следующее наше задание. Это подняться по вот этой лестнице на крышу. После чего установить кран. Для продолжения строительства. Так, устанавливаем наши детали от крана. И теперь поочередно нужно все это собрать вместе. Вот так и начинается наше строительство. Теперь нужно установить противовес. Отлично. Дальше стрелу. Колесо. И платформу. Все, кран завершен. Вот так он выглядит. Все, теперь нам нужно просто продолжать строительство нашей башни. Так, нужно засыпать песка. Так, вот опускаем платформу таким образом вниз. Ручной лифт. Спустили платформу. Отлично. Теперь на нее нужно поставить корзину и поднять наверх. Чтобы засыпать вот это место. Спускаемся вниз. И сейчас возьмем нашу катку с песком. Так, поднимаем обратно песок на платформе. Все, можно доставать лопату, брать песок и засыпать его. Отлично. Так, следующий шаг. Нужны каменные блоки. Точно так же, как с песком, поднимаем их наверх. Так, разгружаем. Ставим куда-нибудь на свободное место. И начинаем выкладывать. Это у нас, видимо, такой пол будет. Бетонный. Точнее, каменный. Итак, завершающий штрих. И стена будет продолжаться выше. Я думал, это уже все, но оказалось нет. Нужно продолжать кирпичную кладку выше. Теперь надо спускать платформу за кирпичами. В общем, строительство Великой Китайской стены далеко не быстрое занятие. Стена тут будет продолжаться еще очень и очень долго. Я надеюсь, еще, как у меня уже кирпичи закончились, нужно за следующими спускаться. И продолжить стройку. Закончив стену с красными кирпичами, это еще будет далеко не конец. Так как придет время желтых кирпичей для выкладывания внутренней части башни. Кстати, кирпичи можно брать, оказывается, в обе руки, чтобы ускорить процесс сборки. Закончив обустройство кирпичами, придет время бревен. В общем, стройка не заканчивается на этапе строительства стен. Вы продолжите строить деревянный каркас. И башня будет еще выше. И только вы, возможно, подумаете, что наконец-то стройка завершена, но нет, надо будет продолжать строить кирпичами. А завершающим штрихом будет строительство сигнального огня. А затем вы его подожжете. Итак, вот башня у нас одна готова. Представляю, сколько придется времени строить всю китайскую стену. Ну что ж, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, как вам данный симулятор. А мы увидимся в следующей серии. А пока, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok